Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот наша голубуточка. Средине уже прошло, скоро весна. А голубуточка все еще с нами. Зиму пережила. Все у нее здесь хорошо. Так с утками она и живет. Уточек у нас немного поубавилось. А в холодильнике мясо немного прибавилось. Скоро будем еще убирать. Зелезни оставим только двоих, которые останутся на племя. И сделаем немножко, проредим ряды девочек. Вот наша голубуточка. Это здесь у уток. А мы пойдем посмотрим, что творится у гусей. Вот горлица прилетела на кормление гусям. Пока гуси едят, она ждет. Как только гуся отходят в сторону воды попить, она запрыгивает, кушает. Она всегда с утра еще гусей не выпустила. Она уже ждет. Сидит на веточке и ждет, когда принесут еду. Жаль, конечно, что в этом году она осталась одна. Три года подряд они прилетали парой. Не знаю, одна или один. Но факт в том, что горлица всего одна. Какого пола он, я не знаю. Этот голубь. Вот как-то так. Гуси особо ее не обижают. Но она все равно не подходит к кормушке, пока возле кормушки они. А так, в принципе, не сильно. Она их тоже боится. Ходит, клюет корм. Пьет у них водичку. Как в том стихотворении, где обедал воробей, в зоопарке у зверей. Так же и у нас. Одна голубутка с утками живет, а другая горлица прилетает все время к гусям. В принципе, и в прошлые годы, когда были пары, они тоже к гусям всегда есть прилетали. Они прилетают только зимой. Летом я их не вижу. Летом они, наверное, где-то находят себе еду в лесу. Это же лесные голуби. Ну а зимой, когда корма там не найти, они прилетают, где живут люди. К людям ближе. И тут питаются. Вот так вот у нас и живут голубутка и голубузь. Как еще ее назвать? Вот она ходит спокойно, здесь с ними живет. Иногда вот тут на заборчике сидит, ждет, когда они покушают, потом спускается и кушает вместе с ними. Такая красавица у нас тут живет. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка в описании к этому видео. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok